Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать вам о новых часах Орис. Это часы Dive Control Chronograph. Очень интересное сочетание, которое, в общем-то, ну как уже понятно из названия, это часы дайверские, то есть очень водостойкие, которые можно брать с собой в подводное погружение, и, как следует из названия, в них есть хронограф. Ну, мы это видим, так сказать, вот здесь есть кнопочки хронографа, ну и, соответственно, куча циферблатов на основном циферблате, дополнительных циферблатов на основном циферблате, которые показывают, что же нам измерил хронограф. Ну, наверное, у вас есть вопросы какие-то по поводу этих часов. Я просто к своему стыду не очень много про Марк Орис знаю, раньше с ней не встречался, а она вообще долго существует, как она появилась, и специализируются ли там на дайверских часах других конкретных каких-то, или у них общие есть варианты? Ну, компания Орис существует с 1904 года, 1904 года, соответственно, в этом году ей 115, вот, можно сказать, даже круглая дата. Вот, компания, одна из немногих компаний, которые, одна из немногих швейцарских часовых компаний, которая расположена в немецкоговорящей, в немецкоговорящем регионе Швейцарии. В общем-то, есть еще IWC в Шавхаузене, еще более немецкий, так скажем, регион, дальше от французского, и Орис, они находятся под базе, там, небольшой городок, называется Хейлштайн, причем они находятся там именно с 1904 года. Вот, и у них такой, в общем-то, я бы сказал, есть влияние места, у них такой немецкий, немножко немецкий, естественно, швейцарский, они, наверное, будут против, если услышат это, но, тем не менее, немножко, так скажем, с немецким оттенком способ ведения бизнеса. Они очень сильно озабочены тем, чтобы сделать свои часы, так скажем, разумно-ценово-позиционированными. То есть, если они что-то делают, и это стоит денег, то оно реально стоит этих денег. Если они что-то делают довольно простое, оно, в общем-то, вполне доступно. Ну, по крайней мере, по мерке швейцарских часов вот именно вот такого уровня. Ну, продуманность их и четкость восполнения, да, мы уже оценили по описанию. А они делают вот именно какие-то специфические модели, то есть, там, для дайверов, для каких-то других целей, или вот общечеловеческое? Нет, у них, у них четыре основных коллекции, то есть, они, так скажем, стараются максимально соответствовать пожеланиям своих клиентов, которые покупают часы среднего ценового диапазона. То есть, у них есть классические часы, которые, ну, вот, просто на каждый день, под костюм, джинсы, нормальные абсолютно. Вот, у них есть технические часы, в частности, вот эти вот дайверские часы, как вот эти. У них есть авиаторские часы, ну, это такой стиль милитари. Милитаристские часы, в основном, хронографы, там, связанные, тематически связанные с авиацией. И у них есть часы технические, связанные с автомобильной тематикой. Они достаточно давно дружат с гоночной командой формула-1 williams и в общем-то под нее делают часы разные ну в том числе я прочитал что это limited edition то есть лимитка 500 экземпляров это вообще много или мало для компании oris это такой ну близкий к минимуму потому что компания oris она производит часы но такого среднего ценового диапазона и как правило у них лимитированные серии это 1000 2000 3000 больше тоже редко бывает но где-то вот такой диапазон 500 экземпляров это немного ну в общем то так скажем для oris эти часы ну так скажем с моей точки зрения они бы могли вполне и не ставить limited edition даже в этих часах большая большое количество всяких интересных штук которые в общем то делают интересными несмотря на то что limited edition limited edition ну тем не менее по крайней мере человек который собирается купить такие часы он может сыграть в такую интересную игру попытаться подобрать какой-то особенный номер из 500 например вот этот экземпляр конкретно у него номер 429 вот для нас с вами например а последний этот номер но один из последних окей но например этот номер ничего не значит ну а вдруг у тебя есть хороший автомобиль эти атом номер 429 но тогда это вообще вау ты можешь там с кем угодно затевать разговор на эту тему как те классно повезло у тебя часы номер 429 и номер на машине 429 ну например фантазия тут может быть самый приводить самым разным результат сделаю сразу ход конем я понимаю что это примерно связано нос их спецификации что они дайверские зачем там нужен гелевый клапан вообще как работает ну если история началась где-то в конце 60-х годов когда дайвинг развивался очень активно но помимо любительства и профессиональный дайвинг а что такое профессиональный дайвинг это длительная работа на больших глубин и тогда люди просто заметили что если брать сжимать воздух но как это делается в обычном дайвинге сжимать воздух или там кислород и погружаться вот на этой на использование такой атмосферы на большие глубины там 100 метров и дальше то возникают всякие нехорошие штуки но всем известная киссонная болезнь просто из-за того что проникает в кровь азот и делает там делает человеку плохо но так происходит как это не удивительно это происходит с любыми газами вот и все начали специалисты в этом деле они начали подыскивать какие бы газы использовать и в общем то одним из самых перспективных оказался гелий вот то есть чем глубже ты погружаешься тем больше давление воздушной смеси нужно обеспечивать и тем больше там соответственно гелия тем меньше кислорода потому что давление больше и даже маленькая концентрация кислорода просто сжимается и кислорода человек получает достаточно много но вместе с кислородом он получает и гелий и когда человек работает в этой гелевой атмосфере допустим в колпаке подводном гели также получает его часы а как они его получают это не его очень просто гелий такой уникальный газ он ну как мы знаем есть такое название благородный что это означает означает что он практически ни с чем не реагирует химически химически не реагирует том числе он не реагирует сам собой то есть у него не существует такого понятия как молекула ну по крайней мере устойчивая молекула он атомарный а поскольку молекула она состоит из нескольких атомов и она словно говоря большая а там тем более атом гелия который как известно самый легкий из благородных газов него у него молекулы нет и атом очень маленький и он обладает возможностью вот допустим взять вот эти вот часы которые изготовлены из титана там есть какие-то там так скажем неоднородности материал не скажем пор и пор там нет потому что водостойкость корпуса достаточно солидная вода не проходит но там где не проходит вода там просачивается гелий естественно он это делает очень медленно очень долго то там допустим несколько дней может делать но все это приводит в общем так таким достаточно эффектным последствиям если эти часы допустим положить в эту самую гелевую атмосферу под высоким давлением и дать им полежать там ну не знаю неделю 2 я честно говоря не знаю сколько конкретно но какой-то срок достаточно солидный вот и потом вдруг вытащить их нормальное атмосферное условие то гелия внутри окажется столько что они просто разорвут часы изнутри вот примерно ну так скажем то давление на которое вот здесь например внешнее давление на которое они рассчитаны это 100 атмосфер то есть погружение 1000 метров вот представьте если что такое 100 атмосфер часы выдерживают они предназначены того чтобы выдерживать давление снаружи и вдруг эти же самые плюс-минус 100 атмосфер оказывается внутри этого корпуса это в общем-то гигантская сила и просто стекло например может или разбиться или просто выстрелить и гелевый клапан решает проблему да и дайверы и те люди которые делали для них часы а там часы реально нужны потому что тогда не было интернета тогда в общем-то нужно было знать время и причем это был вопрос жизни и смерти потому что были так называемые декомпрессионные остановки ну кроме просто ты там что-то работаешь делаешь у тебя есть расписание ты должен знать сколько ты там работаешь как ты делаешь какие-то операции вот есть декомпрессионные остановки которые тоже точно должен знать на какой глубине сколько метров ты сидишь какое количество минут пока у тебя там все устаканится в организме иначе будет плохо в общем это такая реально жизненно важная вещь вот и для этого нужны часы и часы должны работать так вот они пытались поставлять часы они обнаружили вот этот самый эффект что стекло просто выстреливала или разбивалась сломалась происходило разрушение часов изнутри и тогда они начали думать ну вот конкретно эта фирма rolex изобрела эту штуку так называемый гелевый клапан который либо он действует автоматически вот здесь вот он виден вот вот такая вот как бы это сказать нашлепка в отверстие специально вот в этих часах он автоматически что означает что он автоматически когда внутри корпуса давление повышается выше какого-то предела просто лишний газ стравливается под действием этого давления это не влияет на и герметичность нет он вышел и закрылся я думаю техника уже за эти за истекшие с того момента 50 лет она общем-то хорошо отработана технологии этого дела и все это делается вот либо есть ручной который ну просто там делается специальная головка которая подкручивается либо делается полоборота туда-сюда и просто таким образом стравливается гелем вот это вот штука но это вот такая это такая штука она в общем-то всем нам обычным людям которые максимум что там могут погрузиться в любительский дайвинг заняться любительским дайвингом она в чем-то не нужно она не используется для профессионалов которые тем не менее это такая штука часы это же вообще игра такая игра по правилам то есть мы считаем что часы нам особенно не нужны потому что время есть на телефоне но тем не менее мы играем по правилам часы есть швейцарские они должны идти точно то есть они должны быть например если это хронометр куск они должны идти плюс минус там несколько секунд в день нам это в общем-то не особо и нужно но нам приятно когда они действуют по правилам в этих часах используется специальный ободок нас куда я вижу вот эта штука это одно из тех изобретений oris благодаря чему эти часы очень интересности ну во первых во первых да это но это патент и это такая вещь которая которой можно играть что очень приятно и причем мы играть можно без опасности там ну как я уже говорил про гелевый клапан который ну вот реально нужен и в определенных условиях он даже влияет на жизнь человека или смерть вот тем не менее ободок то же самое у дайверских часов в каких-то моментах он может ставить вопрос о жизни и смерти ну во первых без пока без игр я просто расскажу для чего он предназначен что такой дайверский ободок здесь размещена на ободке дайверских часов как правило должна быть 60-минутная шкала вот и известно когда человек отправляется подводное погружение узнает что него баллон на 40 минут воздуха например то есть если воздух кончился он в этот момент находится на 50 метровой глубине то в общем-то мало не покажется поэтому как действуют с дайверскими часами почему их носят в дополнение к так называемым компьютером то что ну вот эти компьютеры такие большие электронные часы на руку специальные дайверские они там чертова кучу параметров под погружение все они там все пропишут и все по ним все понятно но электроника есть электроника на удар например какая-то разгерметизации и она просто сломалась и ты уже под водой темно ты не знаешь что делать у тебя есть дайверские часы которые тебе помогут выжить в этой ситуации так вот что делает дайвер перед погружением под воду он знает что у него 40 минут воздуха он берет ободок вращает его и ставит вот это вот маркер который здесь если меня люминесцентная . то есть она будет светиться и в полной темноте и ставит эту штуку напротив минутной стрелки все теперь вы идете просто в погружении и у вас минутная стрелка она считает сколько вы минут были под водой то есть когда вы поставили сюда маркер значит что 40 минут это у вас время чем точно как таймер работает это фактически как таймер дайверский что сделала компания орис вот то что то что объяснил это делают все это стандартная штука для дайверских часов более того она даже прописана стандартах технических стандартах вот орис сделал такую штуку что вы берете этот ободок просто сидите вам нечего делать или допустим в погружении вы случайно зацепились за что-то там за товарищи по погружению там за какой-то подводный объект и вы повернули что-то ободок и у вас вот эта шкала сбилась вы берете часы орис вы вращаете вот это вот такая специальная штука очень приятная она резиновая очень пальцами легко и держать удобно вы поворачиваете ободок стоит на месте и это это не магия тут магии нет одна чистая швейцарская механика в чем эта штука и вот вы просто разговариваете с кем-нибудь и вам нечем заняться ли что-то там размышляете о чем-то такая философская штука то есть вы размышляете о чем-то там и просто поворачиваете вот эту вот накладку на кстати очень интересно здесь есть клики встроенные фиксаторы которые на четыре позиции ставят я в общем-то понял это только когда взял часы руки начал их просто крутить в общем такая ну классная штука очень успокаивающе действует можно потрогать да да давайте вот чувствуете а то есть надо нажать чтобы она вот не нет хуже уже надо надо вытащить в общем для того чтобы поменять настройку этой минутной шкалы надо вот эту вот резиновую штуку который так приятно поиграть и она общем допускает это разрешает это делать надо ее приподнять и тогда уже вращать вращение как всегда ведется в направлении против хода часовой стрелки то есть если вы даже если так по случайно сделали не контролируя себя вы все равно не увеличите время нахождения под водой вы его уменьшите то есть допустим минутная стрелка покажет что вы 40 минут побыли по этой шкале а вы на самом деле 35 на 5 минут сбили вы от этого не умрете а если вы обратную сторону то до свидания вот вы выставляете новое какое-то положение опустили эту штуку и все и она зафиксирована это вот такая профессиональная штука для дайверов которые изобретена орис нам всем нужны эти часы да что еще интересно в этих часах профессионального дайверского ну как я сказал это хронограф есть кнопки и они зафиксированы мы уже видели это на примере часов других брендов они тоже используют вот эту штуку вот есть такие накладки которые отвинчиваются когда они завинчаны кнопки водостойки и сохраняется вот это сады 1000 метровая степень водостойкости когда мы их открутить и водостойкости нет но зато мы можем попользоваться хронографом ну часами не обязательно пользоваться под водой иногда можно и на поверхности вот поэтому мы пользуемся хронографом вот мы запускаем такая желтая прекрасная заметная секундная стрелка начинает идти останавливается сбрасывать то есть хронограф работает прекрасно завинтили часы водостойки а тысячи метров этот прям тысячи метров или ну что такое тысячи метров степень водостойкости для швейцарских часов она означает что часы проверяются как правило на четверть больше то есть есть специальный аппарат для проверки водостойкости часов и они их вообще говоря должны где-то 1250 может даже 1300 проверять то есть гарантии запасы до запаса но вы видите в общем-то часы очень толстые корпус мощный поэтому деформация при таком мощном давлении она будет минимальная и в общем-то они выдержат но при этом толстое стекло очень толстый сапировое стекло описание еще написано что у них какая-то титановая обработка внутренних ну задней поверхности это что-то не специфическая здесь вот видно задняя крышка она просто имеет сферическую форму то есть она будет максимально сопротивляться давлению во первых во вторых вот вы видите вот здесь вот эти вот шесть отверстий но они этот просто ключа которые используются для завинчивания ну то есть при завинчивании этих часов чтобы не порвать резиновую резиновое уплотнение но обычно такие вещи они означаются динамометром то есть люди кому сборщики на предприятии когда они собирают эти часы они с нужным усилием завинчивают обеспечивают водостойкость ну и тут в общем-то для чисто декоративная такая штука здесь орисовская эмблема изображена рельефная такая черненькая очень красивая это вот эмблема который бренд использует сейчас и которая собственно использовался тогда в те самые 60-е годы когда только-только начинали развиваться водостойкие часы и дайверские часы и том числе орис в общем 65 года производит дайверские часы а что это за устройство у них написано что в комплекте идет профессиональное устройство для замены ремешка ну профессионально имеется ввиду что ровно то которое используется часовщиками это такая ну если примерно сказать это типа отвертки специальные отвертки которые вот используются для для отсоединения вот здесь подпружинены такие баретты которые держат ремешок просто рассказывая о ремешке обязательно нужно сказать что это такая штука это тоже очень очень интересно сделанный ремешок и также запатентованный компании орис у него есть несколько штук которые вот человеку который покупает эти часы обязательно нужно знать во первых ремешок каучуковый и у него есть вот такая вот штука она называется на сленге ориса она называется якорем это такая предохранительная штука когда вы хотите настроить длину ремешка вы можете это сделать в общем-то у себя не снимает часы с руки ну просто это не очень удобно может быть но тем не менее вы можете вы можете это сделать и если у вас случайно что-то пойдет не так и чего-то это самое и часы там соскользнутся руки например они ну смысле когда вы будете пытаться изменить длину что-то пойдет не так и что-то соскользнет то ремешок он общем-то не выскочит из застежки он вот этим самым якорем он держится за него вот здесь вот есть такие два выступа видите вот а чтобы все-таки иметь возможность разобрать часы то просто давив пальцами по бокам общем-то вот этот якорь можно ну вот видите здесь такие есть я про я показывал камеру просто здесь есть такие прорези которые в общем-то можно давить вот а если ты их не надавливаешь а просто пытаешься вытащить то это никогда не произойдет ну и соответственно настраивая длину здесь есть специальное так вот отверстие вставляется туда штифт и в общем-то нужная длина как всегда в дайверских часах есть проблема неопременного костюма но он еще ко всему прочему это 1000 метров то есть допустим при погружении на 300 метров там давление но это такая более-менее стандартная глубина для профессионального дайвера и там давление воды такой что этот неопрен он сжимается он несколько раз сжимается ну потому что там пузырьки воздуха внутри и они ровно так как любой воздух он при увеличении давления он сжимается вот неопреновый костюм он становится потоньше рука становится потоньше естественно человек мало сжимаем но все-таки чуть-чуть нажимаем вот и тогда часы начинают болтаться и что делать на глубине для этого есть второе изобретение компании орис вот конкретно она в этой она в этой застежке реализована это удлинитель ремешка 0 и соответственно вот то о чем мы говорили он будет укорачиваться то есть мы нажимаем вот эти вот две кнопочки которые вот здесь вот на застежке нажимаем и просто вот ремешок задвигаем внутрь и он становится покороче видите вот эти вот кнопочки они проехали все очень продумано вот причем это опять-таки это можно делать не снимая часы с руки то есть у вас часы даже не расстегивая застежку то есть у вас часы на руке вы просто нажимаете и двигаете так как вам так комфортно и здесь в общем то достаточно большой диапазон здесь примерно 15 миллиметров в общем-то это очень много этого хватит для любого этого самого разумного изменения длины ну кроме того чтобы просто здесь штырьком вот этим настраиваете ремешок ну и сама застежка она это так называемый тип тип застежки которые используются вы знаете когда летаешь в самолете там вот этот пояс безопасности там такая застежка которая сверху просто вот так вот защелкивается да да вот та самая вот здесь использована не такая же конструкция но конструкция которая действует аналогично то есть вы чтобы открыть нажимается две боковые кнопки вот это стандартным для швейцарских часов вот но закрывается просто так щелк алексей спасибо огромное было очень интересно и очень познавательно честно говоря не ожидал что сегодня столько вообще узнаю всего спасибо за вопросы всегда приятно отвечать человек который вот реально интересуется до следующих встреч в эфире спасибо